Если вы думаете, что вам слишком поздно что-то начинать, что вам не хватает мозгов, здоровья, денег или чего-то ещё для того, чтобы начать новую жизнь, то эта информация для вас. В ней собраны истории успеха людей, кому за 50, 60 и более лет и кто добился больших результатов по жизни, бизнесе, искусстве, науке, будучи уже в зрелом возрасте. Эти люди из больших городов и маленьких деревень, из других стран и наши соотечественники, современники и люди, которых уже нет. Если вы думаете, что способны на что-то или думаете, что не способны на это, вы правы в обоих случаях, так говорил Генри Форд. Всё в нашей голове, друзья. С развитием интернета количество возможностей возросло астрономически. Ещё никогда в истории человечества начать что-то новое не было так просто и дёшево. Всё, что требуется от человека – это заниматься любимым делом и верить в свои силы. Люди, которые не в состоянии мотивировать себя, будут довольствоваться посредственностью, какими бы впечатляющими не были их таланты. Всем известна история полковника Сандерса, создавшего бренд KFC после 60 лет. Самый известный основатель сети ресторанов быстрого питания занялся любимым и прибыльным делом только после 40 лет. В начале он открыл своё первое успешное дело – автомастерскую на магистрали, которая приносила неплохой доход. Сандерс был не только практичным бизнесменом, но и внимательным. Он заметил, насколько голодными были проезжающие туристы и решил открыть столовую, где сам жарил бесподобно вкусных цыплят, добавляя свою уникальную приправу. Хотя и после этого ему пришлось не сладко, вскоре открыли новую магистраль, автомобилисты перепрались на неё, и бизнес просел. Ему на помощь вновь пришла курица. Гарлан разъезжал по ресторанчикам с единственной фразой «Я могу готовить жареную курицу лучше, чем вы». Сплошные отказы, но один ресторанчик согласился, и уже в начале 60-х годов клиентами Гарлана Сандерса были несколько сотен ресторанов США. Полковник реализовал себя на 100%. Конечно, речь идёт о всемирно известном писателе Джоне Толкине. Едва ли его можно назвать везунчиком. Он дважды переболел цепным тифом, испытал ужасы Первой мировой, жил в нужде, не поступил в ВУЗ и не жаловался. Преодолевая трудности, ему помогало хобби – писать рассказы о выдуманных мирах. Жизнь налаживалась. Толкин получил кафедру в Оксфордском университете и стал самым молодым его профессором. Читал лекции и составлял словарь англо-саксонского языка. Своего хоббита и окружающий его волшебный мир Толкин придумал ещё в лазарете во время войны, находясь в тифозной лихорадке, и написал для своих четырёх детей. Но мир узнал о нём только по прошествии ещё тридцати лет. Замысел писателя увидел свет в 1954 году. В то время Толкину исполнилось 58 лет. Успех оказался оглушительным. Роман был переведён на 30 языков мира и разошёлся миллионными тиражами. Книга стала культовой среди молодёжи. И по сей день наряженные Толкинисты устраивают турниры, собираются на фестивали по всему миру. Основатель Макдональдс Рэй Крок до 52-х лет продавал бумажные стаканчики и очень долгое время был бизнесменом-неудачником. Его предприятия постоянно терпели крах. О своей судьбоносной встрече с братьями Макдональдами он вспоминает так. «В 1954 году мне было 52 года. У меня был диабет и артрит. Мне вырезали желчный пузырь и большую часть щитовидной железы. Но я верил в будущее», – так вспоминал Рэй Крок, судьбоносный момент, когда он познакомился с братьями Макдональдами. Когда в 1954 году ему потребовалось 15 тысяч наличными, чтобы выкупить лицензию на распространение Макдональдса, ни один банк не дал ему кредита. Пришлось заложить дом и страховку. После этого он прожил ещё 30 лет и заработал 600 миллионов. Речь идёт о величайшем британце в истории страны, как прозвали его на родине – Уинстоне Черчилле. Он стал премьер-министром в 65 лет, а свой второй срок на этом посту встретил в 1951 году, когда ему было около 77. Несмотря на то, что учёба давалась ему нелегко, Черчилль всегда отличался волевым и смелым характером, считая, что если у вас есть цель, мы всегда придём туда, куда хотим. Он написал много книг, дожил до 90 лет и стал одним из величайших умов современности. И это тот мальчик, в успех и знание которого никто не верил. Теоретик эволюции. На протяжении всей жизни во главе интересов Чарльза Дарвина стояла природа. Больше 20 лет он собирал материал о происхождении видов, который лёг в основу будущих его научных трудов, а результаты своих исследователей опубликовал в книге «Происхождение видов» в возрасте 50 лет. Сколько шуму наделал опубликации, не передать. В то время было принято считать, что Земля и всё живое на ней было создано так, как описано в Библии. Дарвин же заявил, что природа развивалась в течение миллионов лет. Однако Дарвин получил мировое признание в мире науки и положил начало новой эпохи в развитии естествознания. Девятая симфония. Бетховен написал Девятую симфонию, посвященную королю Пруссии Фридриху Вильгельму Третьему, героя национально-освободительной борьбы немецких княжеств против Наполеона в 53 года, хотя вынашивал замысел в течение всей творческой жизни. Маленький домик в больших лесах американской писательницы Лоры Инглс Уайлдер является одной из самых любимых детских книжек в мире, но никому неизвестной до этого Лоре было уже 65 лет, когда она опубликовала свою первую повесть. В течение следующих 10 лет Уайлдер опубликовала еще семь книг, которые были переведены почти на два десятка языков. По ним был снят сериал, а в честь писательницы названа одна из литературных премий. Мэри Кэй Эш – бизнесвумен в 45 лет. Многие не знают, что основательница легендарного косметического бренда Мэри Кэй могла так и остаться обычным торговым агентом захудалой компании. Многие годы женщина посвятила службе, однако повышения так и не случилось, ведь бывает в жизни так, что начальство предпочитает более молодых и энергичных. Так случилось и с Мэри. Она могла спокойно уйти на пенсию прямиком из должности торгового представителя, однако справедливости ради женщина уволилась и решила открыть собственное дело. На первых порах женщина брала в аренду помещение, где торговала кремами. Как ни странно, ее настойчивость дала свои плоды. В возрасте 45 лет Мэри Кэй Эш основала известную ныне компанию Мэри Кэй. Разумеется, что вначале бизнес не приносил прибыли, однако изобретательность и неисчерпаемый энтузиазм основательницы помогли заработать и приумножить капитал, который составил порядка 2,5 миллиарда долларов. Мэри Кэй Эш, владелица легендарной косметической компании, была признана самой влиятельной и деловой женщиной 20 века. Гавриил Троепольский – агроном или писатель в 66 лет? Гавриил Троепольский – довольно успешный агроном, который вывел 8 новых сортов проса и построил неплохую карьеру в этой отрасли. Однако не так все хорошо, как может показаться на первый взгляд. Мужчина терпеть не мог то, чем занимается. Единственное, что приносило ему истинное удовольствие, это писать рассказы. В возрасте 43 лет мужчина принес свое первое сочинение в журнал. Редактор счел его весьма интересным и попросил мужчину написать еще что-нибудь. Известность настигла автора аж в 66 лет, когда он написал повесть «Белый бим, черное ухо». Позже Троепольский делился, что у него всегда была идея написать об искреннем и чистом герое. Но все его попытки были тщетны, ведь получался чересчур добрый человек, не существующим в этом мире. Лишь позже автор обратил внимание на собаку, ведь добрее персонажа, чем Бим, невозможно было вообразить. Луиза Хэй. Уже в зрелом возрасте поняла, что события, происшедшие с ней, можно было изменить, если бы она могла мыслить по-другому. Луиза стала учиться в школе позитивного мышления в 55 лет. И через три года она уже могла сама консультировать и выпустила свою первую книгу. В последующие годы она написала множество книг, общалась большим количеством людей, помогая им, поддерживая и обучая свои методики «Исцели себя сам». Луиза дожила до 90 лет, до конца своей жизни оставаясь активной и здравом рассудке. Изменить свою жизнь и начать все с нуля не поздно никогда. Однако успех не падает на голову и может потребоваться несколько лет работы, а сил и здоровья после 50, 60, 70 может быть значительно меньше, чем в молодом возрасте. Поэтому так важно заниматься любимым делом, чтобы не замечать усталости физической и моральной. А все люди, о которых я рассказала, это такие же люди, как мы, сделанные из того же материала, не умнее и не глупее нас. А это значит, что все возможно. Главное не спешить и двигаться в своем темпе, разбивая большие цели на маленькие шаги. Продолжение следует...